Доброе утро, уважаемые трейдеры! Сегодня у нас начало недели и мы, как вы знаете, традиционно, разумеется, стартуем его с брифингов, но еще и проводим вебинар в 16.30 по московскому времени, правильный понедельник, где еще раз анализируем ключевые, наиглавнейшие макроэкономические отчеты прошлой недели, осмотрим, каким образом они повлияли на динамику тех инструментов, которые мы с вами используем в нашей каждодневной спекулятивной торговой деятельности. И принимаем решение, имеют ли они потенциал того, чтобы сохранить вот это резонансное воздействие. После уже говорим о тех отчетах, которые на повестке предстоящих торговых пяти дней и ставим недельные среднесрочные цели. Поэтому, если есть возможность, с огромным удовольствием вас приглашаю и с еще большим удовольствием буду вас наблюдать. Сегодня в 16.30 вебинар «Правильный понедельник». Те, кто не сможет присутствовать в прямом эфире, ничего страшного, потому что уже с завтрашнего утра этот вебинар будет доступен на нашем канале на YouTube. И поскольку все-таки информация, которая имеет актуальность, сохраняет актуальность в течение всей недели, вы сможете знакомиться с ней и посмотреть это видео позже. Не беда. Ну а теперь давайте переходить к нашему сценарию. Начинаем мы, как и всегда, с того, что у нас показывает рынок черного золота, рынок нефти. Закрытие прошлой сессии, пятничной торговой сессии на отметке 52.68. Даже несмотря на тот новостной фон, который присутствует, наши фундаментальные коррекционные ожидания все равно стоит говорить о том, что сейчас актив находится около своих многомесячных максимумов. Конечно же, боязно, потому что если рынок так чувствителен к высказываниям со стороны Саудовской Аравии, хорошо, если бы эти высказывания имели какой-то обоснованный потенциал влияния. Но мы же говорим с вами о тех комментариях, которые слышали уже гораздо раньше и комментарии, которые в целом не меняют общую картину и не позволяют нам четко, позиционно определить, что же вообще ожидать от этого рынка дальше. Ну, прежде всего, от договоренностей, которые будут обсуждаться в конце ноября в Вене. Это ключевой фундамент, основной триггер сейчас для рынка черного золота, потому что действительно речь может идти о фактических действиях по ограничению добычи, либо заморозке производства на тех уровнях, которые были достигнуты ранее. Для углеводородов более серьезного фундамента сейчас нет, но мы параллельно следим все-таки еще и за отчетами, которые публикуются в рамках недели, которые влияют на перспективы этого инструмента. Проводим параллели с стоимостью доллара, потому что прекрасно понимаем, что американская валюта напрямую также влияет и на стоимость товарного сырья. Ну, а сейчас мы говорим об очень высоких ценовых значениях. И в пятницу у нас были хорошие фундаментальные ожидания, потому что мы ставили на Baker Hudges отчет по количеству нефтяных платформ США. И здесь у нас были довольно скромные ожидания прироста, там на 4-5 буровых. По факту прироста больше, чем на 10 штук. И сейчас фактическая цифра 443. Получается, что высокие цены на нефть, с этим никто не спорит, они сейчас действительно высокие. Делают сланцевый бизнес более рентабельным и позволяют все большему количеству игроков, собственно, возвращаться в это нефтяное дело. Тренд, уверен, сохранится. И у меня нет ни малейших сомнений в том, что даже при снижении цен на нефть, к примеру, до 45 долларов за баррель, мы все равно будем наблюдать постепенный, последовательный рост количества платформ. С чем это связано? Это связано с тем, что еще год назад американцы сообщили о том, что у них имеются технологии, которые позволяют сланцевому бизнесу быть рентабельным даже при вот тех ценах, которые я назвал. Поскольку мы сейчас видим такой активный прирост, он продолжается буквально с летних месяцев, я думаю, что это как раз и есть подтверждение того, что эти технологии действительно имеются. Поэтому увеличение количества платформ непременно должно повлиять на объемы добычи и производства. Вы помните, мы на прошлой неделе говорили про оценку Международного энергетического агентства, которые прогнозируют, что в первом квартале 2017 года рост производства нефти со стороны США может увеличиться примерно на 200 тысяч баррелей в сутки. Я полностью разделяю позицию, потому что логично ожидать, учитывая больше чем 30% прирост количества платформ, что мы увидим все-таки это в фактических объемах добычи. Но иначе и быть не может. Сейчас мы имеем дело с запоздалым таким эффектом, временным лагом, но понимаем то, что он проявит себя во всей красе. И увеличение добычи, оно позволит нам засыпиться за факты все-таки присутствующего расхождения между спросом и предложением, даже несмотря на те разговоры, которые сейчас витают в облаках, и поддерживать спиктивное настроение тех трейдеров, которые абсолютно уверены, что рынок нефти обрел какой-то стержневой базис и стимул для роста, дальше будет расти, потому что спрос только увеличивается, а предложение сокращается. Это предложение станет еще меньше, когда 30 ноября все заинтересованные стороны, представители ближневосточного картеля, договорятся об ограничении добычи. Я уверен, что этого не произойдет, фактически не сомневаюсь. На прошлой неделе мы видели, как рынок нефти бурно отреагировал на комментарии министра нефти Саудовской Аравии о том, что инициативу по ограничению добычи поддерживают не только страны ОПЕК, но еще и регионы, которые не входят в это содружество экспортеров. В частности, речь шла о России. При этом мы последние сессии прошлой недели активно наблюдали во всех средствах массовой информации, ну, конечно же, в тематике, которая посвящена рынку нефти, о том, что нет единой позиции среди производителей энергоресурсов России, в частности, Сечин, который взлавляет российскую монополию Роснефти, четко дал понять то, что ограничивать добычу никто не собирается. Более того, в текущих возможностях и тех, опять же, посылах, которые периодически обсуждаются, Россия будет увеличивать добычу производства. И производственные мощности позволяют поднять планку добычи еще на 3,5-4 миллиона баррелей в сутки. Конечно же, это вызывает серьезный диссонанс между тем, что мы слышим со стороны представителя ОПЕК и якобы предварительных договоренностях с Россией, а потом уже получаем совершенно иную позицию непосредственно от тех представителей, от тех чиновников и руководителей, которые и будут фактически принимать решения по ограничению добычи. Это, конечно же, серьезно влияет на спекулятивное настроение, но я думаю, что здесь нужно также зреть в корень и понимать, что до фактических действий все-таки, наверное, не дойдет. Но может быть все, что угодно. Конечно же, вероятность этого сохраняется. Я предлагаю вам все-таки сейчас адекватно оценить, что у нас есть на геополитической арене. И понимая позицию ОПЕК по поводу сохранения собственной доли, возможности ее расширения, зная то, что сейчас происходит в российской экономике, зная, чем чревато, собственно, ограничение добычи российскими монополистами, принять решение о том, достойны ли текущие котировки того, чтобы использовать их для оправдания более стремительного бычьего ралли. Либо все-таки сейчас стоит руководствоваться позицией и принимать решение о том, что актуальный новостной фонд больше создает возможности для коррекции. И, собственно, для того, чтобы занимать средние долгосрочные сделки и вставать на продажу с возможностью ухода бренда ниже 50 долларов за баррель, а может быть даже закрепление на гораздо более низких ценовых значений. Решать, конечно же, вам. Мое субъективное мнение предполагает то, что выше нефти может войти, но вероятность этого гораздо ниже, чем в ближайшее время увидеть снижение, собственно, ниже 52. В частности, актуальные котировки 52.48. Ну что тут остается? Полдоллара еще. Если мы опустимся ниже 52, я надеюсь, что статистика по запасам, которая у нас во вторник и, соответственно, в среду от Американского института нефти, а потом уже официальные данные, будет нам способствовать подкреплению нашей идеи, тем более, что сейчас уже все говорят о том, что нефтеперерабатывающие заводы уходят на техническое сезонное обслуживание. Если это так, то запасы должны все-таки расти. Давайте смотреть за статистикой, ждать завтра у нас первый отчет. Ну, я надеюсь, что уже к завтрашней торговой сессии мы все-таки будем торговаться и консолидироваться вместе с нефтью недалеко от отметки 52 доллара за баррель. Российская валюта 62.54. Снова мы оттолкнулись от поддержки 62. Налоговый период действует. Действительно, повышенный спрос на рублевую ликвидность, поскольку экспортеры исполняют свои налоговые обязательства, выносят позитивный вклад, собственно, в динамику рубля. Но и то, что рубль сейчас не опускается ниже 62, также говорит о многом. Даже тогда, когда цены на нефть котируются на многомесячных максимумах. Наша позиция о том, что 62 – это такой рубеж неприступный, они сохраняют свою актуальность. Я надеюсь, что вы в этом прекрасно уже убедились, потому что вот уже сколько раз пара пыталась пробраться ниже, но никак пока, собственно, не удавалось это сделать. Я думаю, что посыл постепенного ослабления рубля сохранится и дальше. Мы получим все-таки подтверждение слабости нефти и сможем забраться повыше. Я надеюсь, что вы находитесь в длинных сделках уже по данной паре и, разумеется, ставите в пользу иностранной валюты и против российского валютного инструмента. Евро против доллара. Котировки 1.0874. Мы сейчас наблюдаем в наших терминалах. Евро остается под системным давлением. Как только мы пробили поддержку 1.10, убедились в том, что уровень, который раньше использовался в качестве отбоя, уже не выполняет такую функцию. И как только пара закрепилась ниже этого значения, подрываясь к поддержке 1.09, стало ясно то, что мы действительно наблюдаем развитие полноценной с набором веса силы понижательного ралли. И это ралли, конечно же, можно предположить, куда способны завести пару евро-долларов. Но я думаю, что, скорее всего, это 1.08, и это, между прочим, наш ценовой ориентир. Это даже уже долгосрочная цель, потому что среднесрочная цель у нас была планка 1.10. После этого мы стали использовать, опять же, то разворачивающееся нисходящее ралли, чтобы прокатиться еще ниже. Какого-то суперинтересного новостного фона сейчас на рынке нет. Единственное, что сегодня выйдут в 11.00, буквально через час 20, индексы производственной активности Германии и еврозоны, но статистика вряд ли будет иметь какое-то серьезное отражение в динамике евро. Я предлагаю вам все-таки еще цепляться и резонировать от прошлых комментариев Драги, которые были сделаны в прошлый четверг во время заседания Европейского центрального банка. Ставки, как вы помните, остались неизменными, но Драги ясно дал понять то, что выходить из программы количественного смягчения пока никто не собирается. Вот снова напоминаю про фразу. То, что многие параметры положения действующей программы количественного смягчения обсуждались, но ни сроки выхода из нее, ни, соответственно, сокращения, ни увеличения стимулов, ни продления. Интересно, конечно же, что же тогда обсуждалось Европейским центральным банком. Мы эту историю умалчиваем, но мы получили то, что хотели услышать. Драги подтвердил тот факт, что программа будет действовать в текущих объемах 80 миллиардов евро в месяц еще длительный период времени. Какие-либо решения могут поступить, но, скорее всего, не раньше декабря. То есть в декабре с большой долей вероятности могу сказать то, что ЕЦБ продлит программу количественного смягчения на 6 месяцев. Но то, что сейчас ЕЦБ не будет, собственно, сворачивать ее, это серьезный мягкий сигнал, мягкий комментарий, который будет оказывать понижательное давление на евро. И, в частности, в пятницу я хочу еще обратить ваше внимание на комментарии члена Совета управляющих ЕЦБ Ивальда Наводный, который отметил, что до конца этого года показатель по инфляции в рамках ЕЦБ максимум и лучше, на что можно надеяться, но целых 0,2%. В 2017 году, если все сложится так, как хотелось бы видеть, индекс потребительских цен вырастет до 1%. Это куда скромнее, чем оценка Европейского Центрального Банка. Но я думаю, что даже в 2017 году мы с вами не увидим показателей по инфляции в районе 1%. С большей долей вероятности считают то, что понадобится на это еще, может быть, не один квартал даже 2018 года. Поэтому программа количественного смягчения сохранит свою актуальность. Она позволит нам по-прежнему говорить о идее, которая позволяет нам торговать парой евро-доллара, исходя из контрастностей в политик, то есть ЕЦБ смягчает. ФРС вот уже в декабре примет еще одно решение по повышению процентных ставок. Такое расхождение будет играть на руку тем трейдерам, которые делают ставку на спред доходности между американскими бумагами и немецкими облигациями. И, соответственно, еще больше усиливает давление на евро. Европейская валюта снижается. И здесь мы видим базис фундаментального макроэкономического характера. Если мы с вами вспомним еще и про политические риски, которые, прежде всего, сейчас весьма актуальны из-за Брезита, тогда у нас будет еще один не менее стоящий фактор, который явно указывает на то, что евро нужно продавать. Я надеюсь, что вы уже находитесь в короткой разделке и уже имеете солидный плавающий профиль, но фиксировать его еще рано. Мы спустимся до отметки 1.08. Я надеюсь, что то, что произойдет, это самое ближайшее время. Каждый раз, когда мы получаем мощный сигнал макроэкономический отчет из США, мы видим, как меняется вероятность повышения ставки и видим, как доллар это быстро дисконтирует свою стоимость, оказывая давление на рисковые инструменты. Если на этой неделе не подведут данные по ОВП и заказам товара длительного пользования, мы сможем протащить евро до отметки 1.08. Тем более, что завтра у нас еще пресс-конференция руководителя Европейского центрального банка Драги. Я надеюсь, что он снова будет говорить про перспективы денежно-кредитной политики. И если повторит хотя бы одну формулировку с прошлого заседания, тогда евро будет находиться под еще большим прессом и, собственно, подпадет под давление уже до конца завтрашней торговой сессии. Доллар японская иена. Сейчас котировки у нас 103.88. Мы видим, что пара была и выше 104, но пока не хватает сил, чтобы против иены оказаться еще выше. Как я уже отметил в двух словах, у нас на повестке этой недели два очень важных отчета. Если мы увидим сильные цифры действительно по ОВП, но сначала по заказам товаров, то вероятность повышения ставки вырастет с текущих 70%, может быть, до 75%. Это серьезный прирост, который явно уже не оставит равнодушных и, собственно, усилит представление о тех трейдерах, которые еще скептически настроены в отношении повышения процентной ставки и убедит, что сейчас нужно, конечно же, рассматривать больше возможностей для длинных позиций по американцу. Так же, как и в отношении евро, я более чем уверен, что многие из вас уже приняли решение, как торговать парой доллара и японская иена, уже осознали значительный потенциал нахождения, собственно, в длинных позициях и уже также находятся, возможно, в хорошем профите. У нас в качестве ориентиров ближайший рубеж 104,5. Как только доберемся до этой планки, будем смотреть на более значимые цифры. Если среди вас есть уже средние долгосрочные трейдеры, то, повторяю, наша цель ближайшая – это 106 иен против американцев, точнее, против иены. Фунт против доллара – 1,2204. Британец снижается, и хорошо то, что мы наблюдали, собственно, серьезную коррекцию в конце прошлой недели. Это вернуло идею того, что вот эти аутсайнеры качества фунта, британца, будут, собственно, выступать сейчас главной идеей по продаже этого актива против основных конкурентов. Наша цель по паре фунт-доллара – это 1,220. Есть разговоры, собственно, на этих выходных о том, что инвестиционные банки, крупнейшие банки, спешно начинают выводить, переводить своих сотрудников из английских отделений. Это явное подтверждение того, что никто из финансистов уже не верит, что Англия сможет сохранить доступ к единому европейскому рынку. Это полностью сопряжено с позиции премьер-министра Англии Терезы Мэй, которая и спровоцировала своей идеей, собственно, своим решением сделать ставку именно на контроль миграции то тотальное снижение, которое продолжается по британцам вот уже практически месяца. Мы понимаем то, что на текущий момент в паре фунт-доллар разворачивается самый настоящий понижательный тренд, который уже имел исторические прецеденты. В частности, случалось это, по-моему, 7 или 8 раз, и фунт слабел за промежуток времени в диапазоне месяца-двух больше, чем на 25%. Сейчас ослабление фунта составляет около 18-17%, если говорить о тех уровнях, на которых фунт торговался до референдума 23 июня. Поэтому я призываю вас к тому, чтобы задуматься о том, что этот спред исторической несостоятельности будет еще закрыт, и 600-700 пунктов, ну, кажется, что это очень много. Но посмотрите, как фунт лихо теряет ценовые позиции за очень короткий промежуток времени, и под очень коротким промежуток времени, я говорю даже не недели, я имею в виду дни. Если этот коррекционный посыл сохранится, то уже до конца этой пятидневки мы сможем протестировать поддержку 1,20, и при пробое этого значения поставим уже в качестве ценового ориентира более глубокие уровни. Сейчас все играет против фунта. Еще на прошлой неделе против британца стала действовать и национальная статистика, в частности, роничные продажи, которые просили, не дотянули до прошлых цифр, и слабые данные по рознице позволяют нам предположить, что отчет по ОВП, который выйдет на этой неделе, будет очень слабым. Но если не очень слабым, то слабее, чем ожидают трейдеры. И, соответственно, еще одна такая фундаментальная национальная подножка для фунта будет равносильно потери там не меньше одной фигуры. В общем, наша цель 1,20, она сохраняется, и пока я не вижу оснований, чтобы отказываться от такого глубокого коррекционного уклона. Параллельно советую смотреть за индексом рыночных настроений Кайман, который доступен вам в личном кабинете. Вы сможете увидеть, что на текущий момент большинство трейдеров делают ставку на то, что фунт будет расти. И здесь, как и всегда, логика привычная. Если большинство считает то, что с активом произойдет что-то конкретное, значит, нужно делать наобратное. То есть, когда все сейчас покупают, я рекомендую тем, кто сейчас находится на этом брифинге, тем, кто следит за фундаментальными факторами и не игнорирует факторы личной психологии, сейчас действовать все-таки на противовес, против позиции большинства. То есть, фунт нужно продавать. Также хотел отметить пару USDCAD. Здесь котировки говорят сами за себя. Мы сейчас видим то, что пара котируется фактически на уровне 1,3350. И на прошлой неделе пара прибавила после локального снижения, постфактум того, как Банк Канады огласил решение по процентной ставке. И после этого состоялась в пресс-конференции. Уже получается 350 пунктов, потому что в моменте, на прошлой неделе мы видели минимум на отметке 1,30. После этого пошло тотальное восстановление американца против канадца, потому что все убедились в том, что канадская валюта – это аутсайдер. И почему? Потому что ВВП Канады будет снижаться, об этом сообщил сам канадский регулятор. Собственно, инфляция, инфляционные ожидания остаются на крайне низких значениях. И отчет, который вышел в пятницу прошлую, явно это подтвердил. Соответственно, слабость экономических ожиданий, очень низкие значения по индексу потребительских цен, удручающее состояние торгового баланса, рынка недвижимости. Вы помните, что Банк Канады сообщил о том, что ужесточение условий потечного страхования будет стоить канадской экономике не меньше, чем 0,3% в перспективе ближайшего года. То есть, все это играет против канадца и позволяет нам продолжать спекулировать на идее того, что без еще одного снижения ставки рынок не обойдется, прежде всего канадский. Поэтому мы имеем все основания сейчас, чтобы ориентироваться на большую девальвацию канадца против доллара и, может быть, даже поставить на пробой следующего сопротивления 1,34. Но это идея для тех, кто хочет рискнуть и выжать из пары по максимуму. Все-таки наша цель минимум уже достигнута. Мы с вами торговали с гораздо более скромных значений, с целью протестировать сопротивление 1,33 и, собственно, сделали это. Вот уже, по-моему, шестой раз в этом году пара USDCAD подарила нам блестящую возможность заработать, и мы ее не упустили. Те, кто увидит потенциал для еще большего ослабления, я хочу подкрепить ваше ожидание, что действительно он сейчас присутствует. И восходящее движение, оно явное тому подтверждение. А пара USDCAD еще заряжена не только слабостью канадцем, но и пониманием того, что доллар сейчас вот-вот станет полноценным лидером рынка в преддверии повышения процентных ставок. Поэтому 1,34 – это, наверное, даже скромное значение. Можно ставить на тестирование сопротивления 1,35. По остальным валютным парам все пока без изменений. Австралийц против доллара 0,7621, ждем 0,75. Проторговка для валютной пары незначительная, поэтому, в принципе, она сейчас локально не представляет для нас интерес. Новозелайнц против доллара 0,7163, здесь у нас цель 0,70. Из важных отчетов сегодняшнего дня снова обращаю ваше внимание на то, что через час выйдут индексы деловой активности в производстве в сфере услуга еврозоны. В 16.05 – выступление представителей ФРС Дадли. В 18.00 – точнее не только Дадли, но еще и Булларды, которые обычно поддерживают идею повышения процентных ставок. В 18.00 – выступление Джордана, который возглавляет Национальный банк Швейцарии. Вот на это событие я рекомендую обратить, может быть, даже ключевое внимание в рамках сегодняшней торговой сессии, потому что уверен, что сегодня мы получим вербальный намек на возможные валютные интервенции. Поэтому моя заключительная рекомендация на сегодня – присмотреться к паре евро с весей и купить ее с текущих значений, потому что мы уже приблизились к минимальному уровню, которого только могли достигнуть. Это латентный, скрытый уровень поддержки, который пара вряд ли пройдет. И поддерживаться идея покупки с текущих рубежей будет еще и возможными намеками на интервенцию со стороны Национального банка Швейцарии. Я практически не сомнимаюсь в том, что сегодня Джордан сделает все возможное, чтобы пара евро с весей оказалась выше, то есть чтобы ослабить курс национального валютного актива. Кодовое слово на сегодня – отбой. Величина бонуса 12% действует он до следующего брифинга, который состоится завтра в 9.30 по московскому времени. Со своей стороны, остается пожелать вам исключительно прибыльной торговли, попутного тренда, ну и, конечно же, четкого фундаментального анализа, который позволяет принимать среднесрочно и уж точно долгосрочно безошибочные инвестиционные решения. Если есть вопросы, вы знаете, их можно задавать на нашем форуме Amarkets, либо пишите прямо под видео окном на YouTube и не забывайте ставить лайки. На этом все. Всего доброго. До свидания.